Музыка Я сходила в золотое яблоко, и моя жизнь наладилась за секунду. Возможно, это называется шапоголизм, но я это называю маленькие радости. Музыка В общем, да, делюсь с вами тем, что я купила в золотом яблоке. Проклятое абсолютно место. Я еще работаю в самом центре, и рядом со мной находится золотое яблоко. И каждый раз, когда зарплатный день, тяжело. Мои самые-самые обожаемые маски на этой планете – это фирма Дарлин, которые периодически стоят в золотом яблоке как крыло самолета. Но когда я вижу скидку, я покупаю их в любом городе нашей прекрасной страны, причем с топками. И когда я была в Екатеринбурге и в Петербурге, я, чтобы вы понимали, приехала в Москву дважды с масками. Мне в целом эта фирма очень нравится, и я решила попробовать у них еще пару продуктов. Один из которых – это крем. О, боже, вот эти вот показывания продуктов, как в 2015-м, я очень скучала по этому. Это подводка. На самом деле, я никогда не думала, что куплю от них подводку, но мне очень понравилось, как она выглядит. Потому что это, по сути, очень хорошего качества маркер. И он очень хорошо пишет. Тушь Vivienne Sabo. Я вам, наверное, неправильно показываю. Ну, конечно, из меня бьюти-блогер роскошный просто. Мне одинаково нравится средний эффект, что от такой туши, что от более качественной. Лучший эффект – это наручные ресницы. Вот они на мне нравятся. То, на что я решила потратить много денег, и на что я регулярно люблю тратить много денег – это Зелинские. Потому что мне очень нравится эта фирма. Поэтому я обмазываюсь черным перцем, как могу. Очень приятная текстура. Очень вкусно пахнет. Стоит каждого своя рубля. Особенно стоит им заляпаться сейчас на одежду, которую я планировала еще когда-нибудь надеть в своей жизни. Прямое включение с конца рабочего дня. Не было времени даже утро свое заснять. Молчу про то, чтобы в течение дня с вами чем-то делиться. Первый рабочий день после командировки всегда самый сложный. Потому что наступает определенный посткомандировочный синдром, когда ты сидишь и думаешь, а как там было прикольно и весело. Какой-то драйв, какой-то движ. А сейчас ты вот в обычную свою такую рутину возвращаешься, и немножко нужно прийти в себя. Есть очагчающие обстоятельства. Завтра важное мероприятие с высокопоставленным человеком, с послом. Поэтому нужно вообще как-то собраться и завтра морально настроиться. Хочу сегодня поехать подстричься. Мои блоги стали выглядеть как набор непонятных действий, особо не показывающих, что в моей жизни происходит что-то важное, серьезное. Но поймите меня правильно, я просто реально ничего не могу снимать с работы. Ни физически, потому что не успеваю, ни фактически, потому что как бы есть рабочая этика, есть разделение двух реальностей. Одна из которых блогинг, а другая моя работа, на которой я обычно работаю. Сегодня мне приснилось, что я покрасилась в блонд. Я совру, если скажу, что эти мысли не посетили меня утром. Но меня радует, что покраситься в блонд стоит очень дорого. И поддерживать блонд стоит еще дороже. Поэтому пока никакого блонда. Держимся как можем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, позорно признаться, насколько сильно я отвыкла от видео, и как часто я пыталась снять что-нибудь, что можно было бы потенциально смонтировать воедино. Но взрослая, серьезная жизнь немножко отличается от того, к чему я привыкла за университетские даже годы. И банально у меня нет даже свободной минуты иногда выхватить камеру или взять телефон, чтобы что-то снять. Хотя в жизни происходит много всего очень интересного. Очень много эмоций, очень много событий. И за последние полтора-два месяца я успела прожить столько всего, что хватит, наверное, на год вперед. Очень тяжело процессить эти все эмоции, зачастую именно положительные. И я в последнее время по вечерам стараюсь посвящать время себе, обдумывать и осмыслять все, что происходит, чтобы оставлять разного рода эмоции в дне, который заканчивается, и новые проживать с новыми эмоциями. Иначе это все аккумулируется, и к концу месяца или к концу недели я превращаюсь либо в очень неразговорчивое колючее существо, к которому невозможно подойти, либо во что-то еще более неприятное и непонятное, если такое бывает. И я начала смотреть практически каждый вечер материалы из курса синхронизации по психологии. И я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое синхронизация, но мы можем спросить у Алисы. И мне просто хочется поиспользовать прекрасную мою электронную женщину. Это был подарок мне на 8 марта, вот она, я на ладошке ее держу, вон она милашка стоит. Ну, потому что, понимаете, я, конечно, человек продвинутый, с технологиями знакома, но каждый раз, когда я сталкиваюсь с хотя бы каким-то процентом искусственного интеллекта и машинного вот этого обучения, я такая, а как? А так можно? Поэтому, Алиса, что такое синхронизация? Синхронизация. Один из крупнейших онлайн-лекторий. С ними каждый месяц учатся 10 тысяч человек. Собственно, курс, который я сейчас смотрю о синхронизации, это психология, как поладить с собой и другими. Собственно, почему я начала смотреть этот курс? Потому что, я уже сказала, очень много разных эмоций в жизни, очень много событий, и я периодически просто не понимаю, как все обработать внутри себя, и как справиться с разными эмоциями. И я начала замечать, что иногда я испытываю какую-то эмоцию, а ответ на вопрос, почему, я себе дать не могу. И поэтому, чтобы немножко попытаться разобраться, вот я смотрю видос из этого курса, что мне очень нравится, есть три здесь таких логических больших блока. В курсе есть 9 вебинаров по психологии личности, 7 вебинаров по психологии отношений и 6 вебинаров по психологии секса. Соответственно, это такие крупные сферы жизни, которые очень важно осмыслять каждому человеку, как мне, по крайней мере, кажется. И, конечно, я сейчас в основном фокусируюсь на первом блоке, потому что вопросов в моей жизни у меня больше всего к самой себе. Вы в целом узнаете о разных сферах вашей собственной жизни, о том, какие типы личности бывают, и как ваш характер формируется, как он влияет на вашу жизнь, на ваши отношения с семьей, как бороться с низкой самооценкой, как выстраивать стабильную самооценку в целом, как выстраивать гармоничные отношения с вашим партнером, как говорить с партнером о очень чувствительных вопросах ваших личных, скажем так, романтических взаимоотношений, сексуальных взаимоотношений, как переламывать разные преграды, которые есть в вашей коммуникации. Супер важные вещи, которым, как мне кажется, нужно не просто учиться, а к которым нужно возвращаться даже, когда тебе кажется, что в 24 года, в 25, в 30, в 35 ты уже это все знаешь, можешь, ты жизнью научен, это все эфемерно, и на самом деле нам больше кажется, чем это на самом деле есть. Ну и, конечно, не бесприятного. Мы с синхронизацией подготовили для вас промокод Планетрина, по которому вы получите дополнительную 15% скидку на этот курс, и вместо 16 с лишним тысяч сможете купить его за 9 тысяч. Ну и, конечно, что очень важно, этот промокод работает также на все другие курсы, вебинары и подписки, которые есть у синхронизации. Поэтому, если вы давно присматривались, хотели что-то у них попробовать, или были курсы, которые вас заинтересовали, самое время использовать промокод, обязательно переходите по ссылке в описании, выбирайте то, что вам нравится, либо в сфере психологии и межличностных отношений, которая супер важна в нашем обществе мягких скиллов, где нужно именно общаться с людьми, либо это может быть какая-то другая, более узкая сфера искусства, кинематографа, литературы и так далее. В общем, выбирайте то, что нравится именно вам, переходите по ссылке, и ухватывайте промокод и приятную скидку. Собственно, это такое было небольшое отступление в целом про эмоции. За эти полтора месяца, которые меня не было с вами на канале, а то и два, произошло столько, что на год вперед хватит. Я успела съездить в отпуск. Я съездила в Казань из Санкт-Петербург в рамках своего отпуска. В Казани было очень вкусно, очень тепло, очень тепло в душе и очень радостно, потому что меня, конечно же, встретили мои любимые друзья Макс и Наталья, и они мне подготовили яркую шоу-программу, это и прогулки по городу, плюс повезло с погодой. Мы ездили за город в такой как бы спа-комплекс глэмпинг у Трау, где было тоже очень классно. Мы гуляли с собачками. Супер, дико много эмоций. Супер, дико много эмоций. Супер, дико много эмоций. После этого меня ждала поездка в Санкт-Петербург. И поездка в Санкт-Петербург была, по сути, моим первым нормальным качественным знакомством с городом, потому что впервые в жизни я туда попала в декабре 22-го года, и да, такие люди, как я бывают, которые никогда не были в Санкт-Петербурге раньше, чем в 24 года, бывает, вот, и тогда я ездила в командировку. Сейчас я ездила туда в отпуск, это было прекрасное время с очень вкусными походами по ресторанам, классными прогулками, сложной погодой, потому что было плюс 4 градуса в день отъезда, прекрасным опытом выезда на Финский залив и морем. Я, знаете, поняла, что я, оказывается, по морю соскучилась, а я все время думала, что море не люблю. И я пришла на залив и расплакалась. Обожаю, обожаю. Санкт-Петербург 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 И как только я вышла из отпуска, я проработала две недели и на выходные уехала на день рождения друга в Екатеринбург. Екатеринбург мне безумно понравился, я поняла, что очень хочу вернуться в этот город, посмотреть его еще раз и опять же повезло очень с погодой, было дико тепло, я бы даже сказала жарко, было плюс 28, плюс 30 градусов каждый день, но из-за того, что нам как-то повезло и смога не было в это время в городе, прекрасно ощущалось, мы активно праздновали, понятное дело, мы отдыхали в спокомплексе Баден-Баден, короче, было супер ярко, много эмоций, и от этих эмоций нужно было отойти и влиться обратно в рабочий режим, и как только я влилась в рабочий режим, случилась командировка в Санкт-Петербург. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Примерно вот так